Здравствуйте! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Сегодня у нас люди в погонах. А люди в погонах у нас по нынешним временам присутствуют в эфире по причине проведения специальной военной операции. Я думаю, так и дальше будет, вплоть до нашей победы. Сегодня поговорим о каких условиях наши люди уходят на фронт, что творится на фронте. А самое главное, какие меры соцподдержки оказываются им как при уходе на фронт, так и самое главное при возвращении. У кого-то заканчивается контракт, кто-то получает ранение. И, соответственно, таким людям обязательно надо помогать. Государство обещало, государство делает. Сегодня мы поговорим об этом в студии. Вы, кстати, можете звонить в телефон 3190, задавать ваши вопросы. Может быть, вас интересует, как поступить на контракт и так далее. Об этом мы сегодня все поговорим. Хочу представить гостей. Начнем с прекрасной дамы. Это Татьяна Боброва, статс-секретарь и заместитель министра социальной защиты населения Тверской области. Татьяна, добрый день. Добрый день. И наши товарищи военные. Владимир Юдочкин. Начальный пункт отбора на военную службу по контракту 2-го разряда. Город Тверь. Добрый день. Здравствуйте. И непосредственно ветеран специальной военной операции. Вот видите, медаль за отвагу. Одна из самых почитаемых медалей в нашей армии еще в советских времен. Антон Сухов. Здесь он сейчас по выходе, так сказать, в отставку. Является председателем Тверской региональной общественной организации ветеранов специальной военной операции. Антон, приветствую. Поэтому звоните, 300-190. Ну что же, начнем, что называется, с самого начала. Все мы помним мобилизацию. Люди пошли в армию. Причем пошли, я все время так думаю, вот мужик какой-нибудь там 40-летний. Отслужил давным-давно свою срочку и не чаял, не думал, что снова придется надеть погоны. Поэтому нас наверняка смотрят те, кто действительно может быть им там кому-то 25 лет, кому-то 30, кому-то 40, кому-то 45. И вот особенно, например, 45 ему интересно, а могу ли я заключить контракт и пойти на мою службу. Поэтому вот каковы условия? Условия, ну если мы сейчас говорим о критериях отбора, которые предъявляются непосредственно кандидатам, главное, это вы правильно заметили, это возрастной ценз. В настоящий момент, период проведения специальной военной операции, предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет. И по факту мы можем заключить контракт и с 64-летним мужчиной, безусловно здоровым, на один год. Но я бы сказал, это скорее всего исключение. Ну да, верхний предел. Это верхний предел, то есть если человек как бы соответствует и по здоровью, и желает, то в принципе мы можем рассмотреть его кандидатуру. Но это я вот повторюсь, скорее всего исключение из правил. Второй момент, безусловно, и самое важное, это здоровье. Потому что понимаем, что некоторые в 35-40 лет чувствуют себя намного хуже, чем в 60-е, и наоборот. Соответственно, главный и основной критерий это здоровье. Безусловно, в настоящий момент этот критерий снижен. То есть если раньше до специальной военной операции это была военно-врачебная комиссия, то сейчас это в рамках медицинского осмотра. В военкомате? Безусловно, да. В Тверском областном. То есть не нужно человеку бегать самому по больницам? Нет, нет, нет. Более того, проверка на социально опасные заболевания, такие как ВИЧ, гепатиты. Забор крови осуществляется непосредственно в военном комиссариате, и результаты мы уже имеем в течение одного дня. То есть с момента, как человек прибудет на пункт отбора, пункт отбора у нас базируется совместно с военным комиссариатом и сборным пунктом. Давайте озвучим, где? Да, на Игоре Баталову, дом 2. Это, дорогие телезрители, кто не знает, может быть, все-таки улица не так давно получила название. Это, попросту говоря, почти Мигалово. Слева наше знаменитое Суворовское училище новое, а справа как раз наш новый военкомат. Ну, не все просто знают на самом деле. Ну, я думаю, теперь это знаковое место, и все уже должны будут знать. Вот, соответственно, прибывая туда, и в течение одного дня мы получаем результат. Если никаких противопоказаний нет, то и человек готов убывать, вплоть до того, что убытие в этот или на следующий день у нас происходит. То есть самое главное, действительно удобно, что человеку не нужно бегать, собирать миллион справок, там потратить неделю, две, ну что очередь к врачам, как люди пугаются. Это сколько, это же сколько времени потрачу и так далее. Все, как говорится, принцип одного окна. Безусловно. Нужно только желание и, соответственно, прибыть на пункт отбора. Это если мы говорим о критериях отбора, если мы говорим про условия поступления на военную службу по контракту, так скажем, о различных преференциях, ну, я думаю, несколько позже мы на это разы. Несколько позже, да. Вот тоже вопрос. Это вот мы озвучили, ну, теоретически предельный возраст, 65 лет. Это вне зависимости от того, человек на срочке был и ушел на дебель рядовым, или это полковник, который уже, казалось бы, на пенсии и так далее, не имеет значения? Нет, мы сейчас говорим о категории солдаты, сержанты, прапорщики. Вот, да. Вот, потому что для офицеров критерий, ну, более завышен. Мы рассматриваем, в основном, если говорим о младшем офицерском составе, то это до 40 лет, это до капитана включительно майоры, подполковники, полковники, соответственно, там, ну, до 45, до 50 рассматриваются. Но все индивидуально. А еще раз повторюсь, безусловно, это индивидуально рассматривается каждая кандидатура, тем более, если мы говорим о офицере. Ну, тем более, если это ценный специалист, что называется. Да, безусловно. Те, которые нужны на фронте, артиллеристы, танкисты, подстрелки, да, да, безусловно. 40 лет, 42, да, если мужчине, ну, он там, может быть, да, ушел, там, условно говоря, старшим лейтенантам когда-то на пенсию, но если он ценный специалист, правильно вы сказали, то есть нет какой-то вот этой официоза, когда строго все по бумаге. Нет, нет. То есть индивидуальный подход. Индивидуальный, безусловно, индивидуальный подход. Антон, скажи, вот, а касаемо, вот, мы говорили, здоровье соответствует, я много раз смотрю интервью, когда говорят твои, что называется, товарищи по оружию там на фронте, они и говорят тем, кто думает, может, на контракт и так далее, что вы не беспокойтесь, это все-таки не служба в армии, никто у вас там не будет гонять кроссами по 5-10 километров в полной выглой, как это было по молодости на срочке. То есть там несколько другое нужно, вот, ты согласен с этим, что нет вот этих, не гоняет этих, которые, как мы говорим, новобранцы, нынешние, новые, там, 40-летние мужчины, никто их во время подготовки не будет вот заставлять, как в срочной службе, там, по полной, по утрам каждый день по 5-10 километров и бегать. Нет, ну этого, конечно, не будет там, потому что там маленько другие задачи совсем, да, то есть, ну, вот эти все кроссы и физподготовка, она нужна на момент подготовки, чтобы хоть набрать хоть какую-то физическую форму, потому что все-таки не стоит забывать, там, летают и каптера, летает артиллерия, потому что бегать там все равно надо. И ребята, которые идут в разведку, они тоже марш-броски делают, не маленькие, во всем омундировании, то есть, форму надо все равно набирать во время подготовки. Ну, понятно, с таким животом никто у тебя в армию что-то не возьмет. Конечно, конечно, то есть, здесь вот, ну, там непосредственно, да, вот, за два контракта, я не скажу, что мы где-то много бегали, на втором контракте в разведку мы много ходили, но никак не бегали. То есть, да, бегать там надо недалеко и быстро, то есть, да, это вот это самое основное, а это, я думаю, что это, в принципе, каждый справится. Ну, война совсем изменилась, и изменилась, и то, что вот мы сейчас знаем, то, что вот именно сейчас самая проблема, это все-таки это воздух. Воздух, это каптера, дроны, FPV, то есть, их там очень много сейчас, в больших объемах. То есть, это надо успеть спрятаться, но, опять же, это далеко бежать не надо, спрятался в зеленку, в принципе, в галендарш, еще куда-то. Ну, да, в комнате, а копчик не большой. Хотелось бы коллегу дополнить, в основном, как бы, идет момент на навыках огневого поражения, то есть, усилие идет, вот, стрелковая подготовка, физическая, да, безусловно, она нужна, необходима, но, вот, вспомнить какие-то первичные навыки, специальные навыки, так скажем, то есть, повторюсь, то есть, если это артиллерист, то он должен, там, номер расчета, должен вспомнить навыки прицеливания, соответственно. Что такое бусоль? Физическая подготовка, это дело каждого, но, да, без нее никуда. Ну, при этом, еще раз говорю, атлеты там вовсе, вы не рассмотрите, так, пресса кубиками нет, так далее, мышцы, как Шварценеггера нет, все, негоден. Нет, конечно, нет, его точно нет. Тут каждому по способностям, на самом деле. Ну, хорошо, человек отправляется, у него остается семья. Татьяна, а что вот этой семье, как бы, какие гарантии, так далее, все-таки ушел кормилиц, ушел не в туристическую поездку? Ну, я начну, наверное, с самих выплат самим военнослужащим. Конечно, это важно. Первые выплаты у нас были введены в регионе в 22-м году, летом 22-го, когда мы формировали наш Тверской танковый батальон, да, то есть тогда уже вот была первая мероподдержка введена, 300 тысяч рублей именно для данной категории военнослужащих. Далее уже при частичной мобилизации, при объявлении, да, тоже были единовременные выплаты введены, 150 тысяч рублей, которые тоже вот предоставлялись данной категории. Здесь мы уже, вот у нас был первый опыт предоставления мер поддержки именно в проактивном режиме, когда мы не собирали заявления, либо какие-то документы, да, понимая, что вот этим людям сейчас не до этого, у них другие задачи. Соответственно, мы отрабатывали с военкоматом Тверской области, да, вот по тем спискам, которые были. Дальше, конечно, это непосредственно вот сейчас выплата, да, которая стала очень ощутима, да, по размеру, выплата заключившим контракт, то есть тем, кто заключил контракт через наш пункт отбора на военную службу в городе Твери, да, то есть если мы начинали со 100 тысяч рублей, да, затем у нас было, повышался размер до 305, 515, и вот сейчас 10 июля это 815 тысяч рублей, то есть с учетом федеральной выплаты 195 тысяч, это уже там действительно ощутимый мер поддержки, который в том числе и семье тоже вот поможет, учитывая, что кормилиз действительно ушел. Значит, здесь также мы работаем в беззаявительном порядке, то есть напрямую с военкоматом также отрабатываем вот по спискам, то есть человек нам не пишет ни заявления, ни какие-либо документы представляет. Также, ну, при введении, например, новой меры поддержки по газификации, да, когда началась программа по газификации, была введена новая мера поддержки по помощи именно внутри земельного участка, да, газификации частных домовладений. Здесь тоже у нас новая наша категория, участники специальной военной операции, причем все категории, и мобилизованные, и контрактники, и добровольцы имеют право на, и члены семьи их, да, в случае, если это вот их домовладение, имеют право на меры поддержки 150 тысяч рублей, до 150 тысяч рублей. Для остальных категорий, там льготные категории еще есть, это 130 тысяч, то есть здесь как бы вот такая у нас преференция по размеру. Что касается членов семей, да, мы понимаем, конечно, что мы должны поддержать именно семью, потому что, да, кормилец ушел, да, и если раньше он там мог часть, часть забот или все заботы брал на себя, да, то сейчас мы должны как-то эту семью поддерживать. У нас принят ряд мер поддержки именно для членов семьи, но это прежде всего бесплатное посещение культурных, спортивных, физкультурных мероприятий, да, членами семьи. Извините, Татьяна, я вас перебью. А как доказать услугу вахтеру на этом мероприятии, что твой отец или супруг воюет на фронте? У нас организовано в регионе выдача справок, да, то есть соответствующая справка, ее выдает администрация муниципального образования, то есть в заявительном порядке. В заявительном порядке, да. То есть жена, для понимания, должна куда обратиться сразу? Она должна обратиться в администрацию. Чего? В администрацию района, администрацию города. В Твери это выдает, у них есть управление социальной политики. То есть в город-администрацию обратиться? Да, в город-администрацию. Не в районную? Да, это отдельное учреждение. Соответственно, там уже определяются, потому что это же члены семьи, тоже определенные категории. У нас не все попадают под членов семьи. Но вот супруги, дети, родители, то есть дети до 18 лет, либо если они обучаются очно, то до 23 лет. Соответственно, вот эти категории, они имеют право на получение данной справки, а дальше, соответственно, уже получение каких-либо льгот, которые определены. Они определены как региональным законодательством, так же и муниципалитеты на своем уровне тоже принимают какие-то дополнительные меры поддержки. В том числе у нас идет освобождение полностью от родительской платы в детских садах, что тоже действительно важно и ощутимо. Тоже, опять-таки, заявительным или как в порядке важный момент? Заявительным, да, потому что ты все равно должен в том же детском учреждении сказать, что... Куда мама должна сказать заведующей детским садом? Заведующий детский садом. Здравствуйте, мой муж отправился на фронт, справку надо показать? Справку показать, да, и, соответственно, уже идет освобождение от родительской платы. А с какого момента, с момента обращения или с момента, как муж ушел на фронт? Ну, условно говоря, она не знала, только наш эфир сейчас посмотрела, допустим, а муж же два месяца как воюет, к примеру. Ну, вот в данном случае с момента обращения, да, потому что она уже оплатила, да, и как бы вот здесь вот такая вот... Ну, понятно, да, поэтому смотрите телевизор, дорогие телевизор. Да, обязательно. Да, ну, также вот дополнительные меры поддержки, это первоочередное право на зачисление в группу продленного дня, в организации дополнительного образования. А в сады те же самые? В сады, обязательно, да, первоочередное. Да, у молодых мам это очень больная тема. Вот, значит, еще что, в медицинские организации тоже, которые оказывают первичную медицинскую помощь, тоже первоочередное право при обращении... Поликлинику, в медицинку. Поликлинику, да. Свою все именами. Да, да. То, что, без очередь там или как? Да, первоочередное право, то есть в нее... То есть приходит, я супруга военнослужащего, ее без очереди должны пропустить. Показывает справку, да, и, соответственно, ее должны пропустить. Дальше, значит, у нас есть бесплатное социальное обслуживание на дому для данной категории, но это для пожилых, например, родителей. Действительно, такая есть история, да, когда люди пожилого возраста уже нуждаются, чтобы к ним пришел на дом социальный работник. И вот такая категория, она у нас обслуживается бесплатно. Также у нас введена в регионе новая мера поддержки компенсации затрат на приобретение очков, корригирующих для зрения, да, и здесь тоже вот членам семьи, участников СВО данная мера поддержки предоставляется без учета уровня дохода. А очки, впрочем, весь не шел, на самом деле. И очень нужно и важно, чтобы они были подобраны правильно и соответствовали, да. Вот, это если говорить про участников СВО, да, и про меры поддержки, которые на региональном уровне. Ну, учитывая, что у нас все участники СВО имеют право на получение звания ветеран боевых действий, да, это уже федеральная категория льготников, да, то есть у них меры поддержки определены федеральным законодательством, и многие меры поддержки предоставляются с федерального бюджета, вот. То есть здесь можно еще вот рассказать о том, что, ну вот, скажем так, одна из, это ежемесячные денежные выплаты, которые через фонд социального... Это кому ежемесячные? Это ветераны боевых действий, то есть... А о том, какие выплаты и помощь тем, кто вернулся с фронта, мы говорим чуть попозже, Татьяна. Хорошо. А пока мы говорим о тех, кто уходит. Скажите, ну, интересно, сколько человек проходит обучение, потому что инор распугают, что там чуть ли не, как говорили в времена Великой Отечественной, краткий курс взлет-посадка, три раза выстрел из Калаша, как в Чечню тоже, к слову говоря, было, и на фронт сразу. Да нет, ну, сейчас обучение проходит до месяца, всё, безусловно, зависит от условий, в которых находится, так скажем, непосредственная часть, но, в принципе, времени достаточно для получения каких-то первичных навыков. Я бы хотел дополнить, Татьяна, по поводу выплаты нашей правительственной Турской области 815 тысяч. Недавно принято. Да, недавно принято. Она полагается не только гражданам, которые поступают на военную службу по контракту через пункт отбора на военную службу по контракту, через организацию, которую я возглавляю. Она полагается и нашим призывникам, которые призваны через военные комиссариаты Тверской области и заключают контракты вне зависимости, где они проходят службу. То есть, для понимания, человек призван, служит где-нибудь, условно говоря, в Ставрополь, условно говоря. Потом на войну, допустим. И ему наш... Нет. А как? Расскажите, для понимания. То есть, он наш призывник, который призван, служит где-нибудь на Копчатке, в любой воинской части. И вот здесь командиры, или он сам принимает решение, ну, я имею в виду, командиры рассказали ему про военную службу, он сам видит, что, ну, достойно, ему нравится там служить по контракту. Он принимает решение. Он заключает контракт, и спустя некоторое время, мы это все дело видим, ему назначается эта выплата. Тоже 815 тысяч. И здесь, вот этот призывник, который заключил контракт, здесь нету никаких критериев, чтобы он участвовал в специальной войне. То есть, он может на Камчатке остаться? И безусловно. К примеру. Да, и он эти выплаты получит. Вот, важный момент. Это же касается и мобилизованных граждан. Мобилизованных, да. Это и касается наших мобилизованных. Которые два года назад. Да, которые были мобилизованы, они могут поменять свой статус мобилизованного гражданина, то есть, гражданина по призыву, по сути, на военнослужащего по контракту. С подписанием контракта они также получат эту выбору. Ну, хорошо. Антон, скажи, ну, вот мы говорили, то, что Владимир рассказал, что человек учит всему, чему необходимо в этом резервном полку. Тоже все зависит от подготовки человек. Действительно, если он не так давно и служил, ничего не забыл, наверное, его меньше срок подготовки. Если человек давно подзабыл или с нуля, то больше. А то же, что называется в вашем момент, патронов не жалеют? Ну, патронов хватало. Патронов хватало. То есть, нет такого типа магазина до свидания? Нет, нет, патронов хватало, не хватало, наверное, порой самих магазинов. То есть, да, ну, мы доставали магазины, поэтому, в принципе, мы были обеспечены всем. То есть, мы не видели, скажем, какого-то там голода, да, по боеприпасам. То есть, у нас хватало, по крайней мере. Гранат тоже самое? То есть, нет такого, что вот я учебный гранат кинул три раза? Да, вот мы работали на медометах, то есть, у нас машина практически через день за минами ездила, то есть постоянно довозила. Поэтому у нас точно не наблюдалось, у нас, наверное, проблема была, и как-то, в принципе, и сейчас это только с дронами. То есть, дронов катастрофически не хватает. Ну, это такая проблема, и противник, жалостно, то же самое. Скажи, ну, а какие навыки приобретаешь там? Понятно, здесь отцы командиры стараются научить всему, чем положено, а что там вот такого ты приобретаешь? Чего, я думаю, в принципе, в тылу при всем желании, ну, нельзя научить, потому что одно дело теория, другое практика. Это в любом жизни. Нормально, неважно, кем ты водителем работаешь, токарем, инженером и так далее, всегда практика, она оказывается несколько другой, чем то, чему тебя учит. Да, само собой, конечно. То есть, ну, здесь опять же, в зависимости того, скажем так, да, по какому направлению ты пошел, то есть, кто ты, штурмовик, либо ты на артиллерии работаешь, да. Человек, извиняюсь, сам говорит, а я хочу артиллеристом быть или нет? Куда родину что-то здесь пошлет? Здесь, наверное, я не знаю, как вот, ну, скажем так, в армию, да, когда уходит, как там, да, у нас, у добровольцев было, в принципе, то, что мы умеем. То есть, да, сначала меня поставили на миномет, после миномета... А ты срочно ведь служил служим? Служил? Минометчиком? Или нет? Кинологом. Вот. Вот. Но это было давно, это я в 2004 году уволился. Ну, понятно, да, конечно. Ага. Вот. И вот меня на миномете уже непосредственно учили там, потому что на полигоне, на минометах мы не стреляли. То есть, соответственно, там за лентой обучились мы очень быстро, у нас был он блуждающий. Вот. Это который на грузовике? Да. Который на грузовике мы скидывали, отстреливались, обратно грузили, опять уезжали. Потом ушел на связь, то же самое, я на связь пришел, меня начали обучать, начали подсказывать. А на связь это что? Связистом. То есть, мы тянули там и, скажем, вот эти обычные стандартные этапики, и рации у нас были. Вот. То есть, ну, организовывали связь. Если нет даже компаса определяет стороны света по часам и так далее, Антону нужны такие навыки на фронте? Если в артиллерии, то да, они необходимы, потому что... А в разведке ты пошел, чтобы не заблудиться, не выйти на позицию? Сейчас карты есть. Карты есть в электронном виде. В электронном? Да, в электронном виде. Есть с отметками, где мы отметки ставим, по этим отметкам можем передвигаться, или мы знаем, что где стоит противник, куда заходить не стоит. То есть, все это сейчас есть, скажем так, наверное, все... Офлайн? Офлайн, да, офлайн карты. То есть, хотите сказать, обычно бумажных карт нет? Есть. Почему? Обычные бумажные карты есть, да, допустим, если надо где-то привязаться. Но в основном это офлайн карты. Ну, просто, ну, вышел гаджет у тебя из строя, как-то все-таки двойна же. В магазине побежишь, а в сторону не купишь. Я думаю, тут комплексно. То есть, и так, и так. И так, и так, конечно. Одно другому не мешает. Да. Ну, хорошо. Татьяна, человек вернулся с фронта, какие меры оказываются поддержки уже ветеранам СВО? Те, кто уже вернулись домой, опять-таки, особенно, конечно, важно, я думаю, интересно слышать тем, кто в война все-таки лишился руки, ноги. Тут что уж скрывать, это правда. На войне, к сожалению, без потерь, без раненых никак. Да. Ну, если вот про такую сложную, да, жизненную ситуацию. У нас сейчас работает фонд защитника Отечества, да, то есть, у них есть тоже определенные программы, да, они помогают. Пожалуйста, скажите, телезритель, кто не знает. Склесков, 48, в городе Твери. Сколько помню, здание на перекрестке стоит. Да, там же у нас находится наше учреждение социальной защиты, то есть, если кто знает, да, и там же находится филиал фонда. Плюс у нас социальные координаторы находятся в муниципальных образованиях тоже, ну, чаще всего они в зданиях администрации, да, располагаются. Понятно, да, все компактно. Да, да, соответственно, понятно, что если мы говорим про протезирование, да, то это есть через социальный фонд России, да, но какие-то там высокотехнологичные вещи, да, помогают, в том числе вот фонд, у него такая есть возможность. Плюс они помогают адаптировать жилые помещения для, вот, скажем так, когда уже инвалид колясочен, да, то есть, соответственно, там какие-то вот такие новые технические возможности. А помогает установка пандусов? Зачастую, сами знаете, у нас в подъездах нет их. Да, вы знаете, это очень сложный вопрос, да, его решаем. Мы тоже стараемся решить точечно, но с администрацией муниципальных образований, да, часто бывает, что очень высоко находится, например, квартира, если это пятый этаж, да, без лифта, да, то, конечно, пандус, он не поможет даже, если его установить. Но вот на сегодняшний день у нас ребята все протезированные, да, то есть, они как бы не пользуются колясками, то есть, ведут достаточно активный образ жизни, вот, поэтому вот такая, скажем так, проблема на сегодняшний день не стоит. А так, конечно, вопрос такой, скажем так, требует всесторонней проработки, потому что, да, действительно, если не адаптировать это жилое помещение, да, если действительно уже на коляске человек, то нужно там решать вопрос, наверное, с обменом этого жилого помещения и так далее. То есть, здесь, конечно, всесторонне, со всеми службами нужно этот вариант рассматривать. То есть, реален такой вариант? Ну, переехать, грубо говоря, с пятого этажа на пятый. На первый. Но это вариант, его нужно рассматривать и совместно с человеком. Ну, за счет не просто так, да, по ссылочке. Да, да, потому что… Ну, можно рассмотреть такой вариант. Можно рассмотреть, да, и сам человек, во-первых, может это рассмотреть, да, потому что если у него в собственности квартира, в принципе, ну, когда вот такая жизненно ситуация произошла, конечно, нужно вот совместно как-то думать, решать. А уже когда это первый этаж, конечно, там адаптировать уже вход, входную группу, это, конечно, все намного проще, и это сделать возможно. Что можешь сказать нашим землякам, кто думает пойти по контракту, заключить контракт с нашей армией? Я бы хотел обратиться к жителям Тверской области. Те, кто думает, надо быть более решительными, на самом деле мысли хорошие, их надо реализовывать. Может быть, кто-то думает, что без меня справиться. Конечно, мы справимся, но ты нужен, ты нам нужен, и как в одной из песен, Родина-Мать зовет, и мы ее не подведем. Антон, а ты что можешь сказать, как вот уже непосредственно ветеран боевых действий? Ну, я думаю, выбор остается за каждым. Каждый должен принять решение, идти ему или не идти, то есть не вправе, скажем так, кого-то подгонять или тому подобное. К этому надо прийти, да, то есть я задумывался, я пошел, я сходил. А долго раздумывал? Нет, недолго. Ну, у тебя жена есть. Да, у меня есть жена, у меня сейчас родился ребенок. Да, поздравляю еще раз. Жена не отговаривала? Или сложный был разговор? Скажем, первый контракт она не отговаривала, да, скажем, не особо она знала, что я туда поехал. А второй контракт, за мной уже приехали мои друзья, с кем мы воевали, первый контракт. Приехали с Тагила, забрали, искали, поехали, поехали. Так уехали на второй контракт. Сел, собрался и поехал. Да, 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 то есть, что касается на третий раз уже все, она сказала, говорит, хватит. Ну, тем более, у тебя ребенок как-то все-таки совсем... Да, теперь я уже в няньках, поэтому, скажем так, уже, наверное, точно не пустят. Ну, и, наверное, ей тяжело одной, поэтому я остаюсь. Ну, а резюмируя, не жалеешь ты, бывал там? Нет, не жалею, и жалеть никогда не буду. Главное впечатление от войны? Посидел. Да нет, нормально, везде там жизнь, на самом деле, там, в принципе, мы сдружились, там, у нас стала семья, мы со всеми созванивались. Вот это братство фронтовое, не из песни только слова? Нет, не из песни, буквально пару дней назад приезжали ко мне, вот с кем мы воевали, первый контракт с Ростова, они ехали в Питер, заезжали ко мне в гости, то есть, если я поеду куда-то там на юг, меня всегда везде все рады видеть, так же, как и я, ребят, рад видеть. То есть, у нас, да, у нас появилось братство, мы всегда на связи. Ну что же, наш фирм подошел к концу, мы сегодня говорили о том, что Родина по-прежнему ждет своих защитников, кто готов вступить в ряды вооруженных сил, как вы слышали от Владимира Юдочкина. Это возраст может быть, ну, практически любой, главное здоровье и, конечно, желание, при этом не имеет значения, служили в армии, не служили, как вы, опять-таки, слышали, Владимир сказал, если даже не служили, всему научат, чему не научили в тылу, всему научить в тылу нереально, как сказал Антон, научат на фронте боевые товарищи, поэтому решение за вами. Спасибо большое, уважаемые гости. Спасибо. Спасибо. Победа будет за нами. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»